Аллилуйя! Слава Богу, есть свет, есть звук, да, мне не приходится сильно как бы кричать. Я бы хотел до себя поделиться одним словом, которое называется «Увидеть Мессию» или «Любить Христа». Это может быть немножко похоже, это слово. Когда-то я проповедовал, помните, тема называлась «Неузнанный Мессия», она будет немножко похожа, но совсем чуть-чуть другим, чуть-чуть как бы посылом, но что-то будет схожее. Вот так притихли, а сейчас-то немножко не ясно. Я как-то птичку выкуну. Слушай, я представляю. Хорошо. Итак, тема «Увидеть Мессию», какой он, он. Мне подсылка к тому, что ученики, что препятствовало им увидеть настоящего Мессию, его цель. И есть были некоторые препятствия, почему они не увидели. И мы читаем, что за Ишуа ходили многие люди, да? Ну, опять там, писание. За ним ходили толпы людей. Там пишется где-то 4 тысячи человек, там 5 тысяч человек, да? Там, мы послушаем, он накормил как бы хлебами, там, да, там 5 тысяч, 6 тысяч человек. Многие ходили, и у всех ходящих за ним было, ну, разное представление и потребность от того, за кем они ходили. И вы знаете, среди них ходили ученики тоже. Но есть один такой момент, что не все, кто идет за Ишуа, испытывают единственную потребность, ну, узнать его. Ну, у каждого, я думаю, что у каждого были разные потребности, да? Да, ну, кто-то ходил из-за интереса. Ну, знаете, Ишуа там накормил 5 тысяч человек, там, ой, это ж классно, как это вообще, да? Кто-то ходил из-за интереса, кто-то ходил, потому что он отвечал на нужды людей, решал их проблемы. Ну, правда? Мы знаем, он там исцелял, там, еще что-то, то есть, ну, многое-многое как бы он делал, там, не знаю, помогал выйти, может, с ужасного как бы состояния. То есть, у каждого человека была, ну, разная потребность. Ходило очень много людей, вот, и у каждого была разная потребность. И это не означает, что у человека, который, ну, ходит за Ишуа, у него единственное такое, знаете, желание, искреннее желание просто познать Господа. То есть, для чего же ты вообще пришел, какова твоя цель? Вот, и мы это посмотрим, что не у всех была такая, как бы, такая цель. Ну, знаете, всех, кто ходит за Господом, не означает, что является учеником его, потому что от ученика требуется, ну, немного больше, чем ходить, да, как-нибудь. Что требуется от ученика? Учиться. Учиться, то есть, ну, повторять то, что делал Ишуа, быть там, знаете, на расстоянии как-то не совсем, знаете, как и любовь на расстоянии, но она как-то не очень. То есть, можно всю жизнь переписываться, но это на расстоянии, это не то. Поэтому нужно быть там, где твой учитель. Нужно ходить за ним, нужно учиться, нужно что-то принимать, задавать вопросы и так далее. То есть, не все, кто ходили за ним, у них было огромное желание стать его учеником, да. То есть, у кого-то было просто желание, интерес, решить свои потребности. И вы знаете, как не печально, что в наше время, возможно, возможно, это не нас касается. Я не говорю, я знаю, что все мы, у нас есть определенная цель, все мы просто молодцы, мне подсказывают. Да, это где-то там. Не за интереса, мы хотим знать Господа, знать Его цели, знать предназначение вообще нашей жизни. Аминь, я правильно говорю? Видите, я прям почувствовал. И среди масса людей было, ну, много людей, но также были и ученики. Знаете, ну, тут, в принципе, претензии к массе людей, может быть, не будем сильно предъявлять много претензий. Потому что, ну, понятно, что большая часть людей, как бы это понятно. Но здесь интересный был вопрос, да, почему ученики тоже ходили вокруг да около и не совсем понимали вообще, для чего, ну, пришел Мессия. И мы видим, что ученики, мы посмотрим по Писанию дальше, что они тоже особо не отличались, как бы, ну, от толпы. Ладно, люди, понятно, но ученики, как бы тут задается какой-то такой же вопрос. Что ж такое? Что ж произошло? Что ж случилось? И мы, смотрите, я буду больше использовать Евангелие от Марка. Мы будем больше идти по Евангелию от Марка. Не потому, что это Евангелие, оно, ну, лучше всех, да, как бы, или, ну, более, как бы, там, оно более лучше, более духовнее. Нет, я думаю, что каждая Евангелие, это особая Евангелие, да, их четыре. И оно имеет, ну, завершающую часть. Оно, знаете, как бы, ну, ну, то есть это полная книга, которая, ну, как бы, завершенная книга. То есть она начиналась, и она, как бы, завершалась. И каждое Евангелие, оно особенно, особенное по своей, как бы, структуре, по своей части, по своему посылу. Ну, к примеру, Евангелие от Матфея изображает Ишуа, как Моисея, Маше. То есть, да, в Евангелии от Матфея там говорится о Нагорной проповеди, о миссионерском поучении, о церковной дисциплине, притчи о Царстве Небесном, да, о последних днях. Как бы, да, то есть, и оно, как бы, показывает, мы знаем, что, как бы, Маше, Моисей, как бы, да, в свое время тоже дал пять, как бы, книг, да, пять поучений. И где-то, вот, как бы, теологик, да, то есть, ну, богословы, они, как бы, олицетворяют то, что Евангелие от Матфея как-то больше похоже на, как бы, ну, Ишуа, как современный Моисей, который дал тоже этих пять, как бы, учений. Мы смотрим Евангелие от Луки, да, единственное, Лука описывает Гемсиманию, где Ишуа переживал просто неимоверно, неимоверные потрясения, да, и он был врач, и только, я думаю, что у врачей есть такой, вот, знаете, дар видеть, как бы, внешнее состояние, как бы, да, ну, человека, да, и он, единственное, где в Луке описывается, да, то, что, когда он молился, да, то есть, то капли пота были, как капли крови, да, возможно, одно из то, что, возможно, настолько было переживание глубокое, что лопались, как бы, да, то есть, ну, сосуды, капилляры, и выделялось именно, и это единственное, кто мог это заметить. Ну, и мы смотрим, там, Иоанн, как бы, называет еще его апостол о любви, который больше говорит о любви, там, и так далее, и тому подобное. Ну, и, конечно же, Марк, почему я взял Марка? Потому что именно вот он прослеживает мысль или поучение, почему люди, а больше это касается к ученикам, почему они оставались слепы до определенного времени, и это где-то не меняло их жизнь до определенного времени. Итак, начну читать, мы будем много сегодня читать от Марка, поэтому утверждение первое, это написано в Марка, первая глава, первый стих. И здесь Марк, он описывает самые главные и самые, ну, важный посыл. Я думаю, что он самый главный и самый важный. Здесь написано, начало Евангелия Ишоа Мессии, Сына Божия. То есть, он говорит, что начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. То есть, он говорит о том, что Иисус, да, Ишоа Мессии является Сыном Божиим. Он не, как бы, не берет, там, родословие, там, да, там, родился тот, тот родил того-то, 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 и потом уже, как бы, нет, самые первые стихи, он, как бы, такое утверждение, как бы, да, то, что Ишо Мессия, он является Сыном Божиим. То есть, это самое такое важное, самое главное. Утверждение второе, ни толпа, ни ученики этого не знают. Вот это да, как же так, что-то пропустили, что-то не, ну, можно там, не знаю, не услышать. Знаете, иногда бывает, говорят разные вещи, ну, допустим, вот, особенно на собраниях. Ну, проповедник может говорить много вещей, но иногда есть очень важные вещи, знаете, очень такие важные, которые... Но человек может пропустить, ну, не знаю, может быть, кто-то в этот момент позвонит. Вот сейчас я проповедую, мне сейчас кто-то звонит, не знаю, кому я, может, хотят просто поздравить меня, но это я попал. Вот, и иногда кто-то может кому-то позвонить, или иногда бывает такое, что в самый такой важный момент какая-то мысль. Ой, я там забыла, там, чайник выключил, или забыл чайник, да, там, или что-то еще. Или человек, может быть, немножечко, знаете, он устал, и так захотелось чуть-чуть прикимарить. Вот, и просто человек может пропустить. Я не знаю, что ученики пропустили, потому что Евангелие от Марка главным черным по белому написано, да, то, что... Что там написано? Начало Евангелия, начало всему, и все от него, и все через него, и все идет к нему. Начало самое главное. Ишуа Мессия, есть Сын Божий. Но мы читаем, аминь, но мы читаем из дальнейшего послания, что не все, не все это поняли. Я не знаю, почему. Ну, может быть, конечно, Господь, может быть, закрыл глаза, пелена и так далее, и то подобное. Утверждение 2, это ни толпа, ни ученики этого не знают. И то, что я говорил, когда толпа не поняла, это одно. Но когда ученики это не совсем уразумели, ну, возникают вопросы, что-то где-то пропустили, может быть, что-то где-то недопоняли, или, ну, не знаю, что-то произошло. И это видно, знаете, ученики, они так и не знали, кто он до определенного времени. И мы это почитаем. Я как бы сам не придумал, мне там сон не приснился, я просто хочу брать Писание и в Писании об этом говорить. Итак, Марка 4 глава, 10-й, 13-й стих. Итак, у кого есть, видите, нас технология чуть подвела, поэтому у кого есть Библии, у кого есть бумажные Библии, да, кто пользуется вот такими, допустим, электронными Библиями. А вообще лучше, знаете, у кого Библия в сердце. Знаете, из сердца никуда ничего не, правильно? Говорит, у меня Бог в сердце, у меня Библия в сердце. Потому что из сердца очень тяжело что-то, да, может уйти. Ну, это так, конечно, иметь, знаете, мы так немножко, да, так хорошо тут показывается, все-все видно, можно не открывать. Ну, а теперь можно, конечно же, открыть. У кого есть Библии, так что открывайте. Мы будем читать, будет много мест из Писания от Марка. Знаете, у вас будет сегодня даже, даже если вы что-то многое пропустите, у вас будет сегодня даже такое вот, знаете, вдохновение, что мы сегодня прочитали всю, всю главу от Марка. И мы сегодня на служении, я теперь прочитал всю главу Евангелия, там, да, от Марка. Может, не всю, но большинство ее части. Итак, Марка 4, глава, 10-13 стих. «Когда же остались без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божьего, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи, он задает вопрос, как же вам уразуметь всей притчи? Ну, здесь, если мы читаем выше, здесь еще он говорил о сеятеле, как бы, да, то есть, ну, семя там упало, одно при дороге, там, в каменисты и так далее. И первое, что он говорит, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь всей притчи? История повторяется в седьмой главе, дальше, седьмая глава от Марка, 17-й стих. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притчи. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? То есть, здесь по тексту, ну, понятно, что они вот что-то не понимают. Они, может быть, задают много вопросов, как, как, что, и Шо говорит, неужели вы так непонятливы? Вы неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Да, ну, как бы, здесь притча, там, он с фарисеями, как бы, о законе говорил, потом дальше, дальше, дальше. Вот, и, как бы, объясняя, как бы, этим тем, что, что, то, что происходит, как бы, вне, допустим, да, там, вещи плохие, там, какие-то еще ситуации, как бы, они не оскверняют. Главное, чтобы твое сердце, оно было, как бы, в порядке. Потому что, действительно, то, что выходит с человека, потому что оно уже выходит, потому что оно уже есть в сердце. Вот, а больше всего нужно хранить, как бы, свое сердце. И он, как бы, об этом говорил, как бы, ну, а они, как бы, не понимали. И тут вопрос, кто понимает при притче и Шо? Вопрос, никто не понимает, ни ученики, ни толпа. Вот, но история продолжается дальше. Мы все идем, мы не будем прыгать по местам Писания, мы будем идти по Марку. История продолжается дальше. Все мы знаем историю, когда поднялась буря, да, в лодке. Все знают, да, историю? Ну, хоть вот так вот. Все, я так, мне просто нравится, как бы, ну, как бы, да, залом. Я чувствую себя просто, ну, более лучше. Все мы знаем эту историю, да, когда они ходили по земле, Господь делал многие чудеса, там делал, там делал. И теперь, ну, отправимся, как бы, на другую, как бы, там, сторону, там, да. И вот они сели в лодку, плывут, все хорошо, тут поднимается буря, такая ужасная буря, они все просто в трепете, в страхе. Вот, Ишова спит, конечно, очень так, наверное, хорошо спит. Может быть, Господь ему, Отец дает откровение. То есть, они все в страхе, в ужасе, они будят потом Ишова, говорят, ой, погибаем, тонем, сделай хоть что-нибудь. Ну, мы знаем историю, он встал, он запретил, как бы, буря, да, то есть, все утихло, встало просто, просто стало замечательно. И интересно, интересно, кто-то из учеников, да, это видно по тексту, удивленно, когда все это увидел, удивленно сказал, ого, а кто это с нами такой? Представляете? Кто это с нами? И если брать место Писания, да, здесь написано, и убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто сей, шо и ветер, и море повинуется ему. То есть, понятно, что они не совсем понимали вообще, с кем они имеют дело. Я думаю, что если бы они знали, что с ними сам всемогущий Господь, то я думаю, они бы, наверное, спокойно бы себе, себе просто плыли, да, эти бури, да, эти волны, там, раз волна, там, накапывала, там, в лодке, да, взял, там, ах, все нормально будет, все Господне, да, даже если и не так, то нас ждет Царство Небесное. Я думаю, что если бы они знали бы, да, кто с ними, то я думаю, что у них бы не было бы, ну, может быть, какой-то был бы страх, ну, было бы меньше страха. Ну, может быть, в таком лучшем случае молились бы на языках, да? Конечно, тогда не было языков. Ну, вот хорошо, когда, допустим, когда у вас страх приходит, что вы делаете? Вы молитесь, да? Но, ну, 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 именно вот есть такое чувство страха, но вы все-таки где-то в глубине души и сердца понимаете, что Господь все контролирует, правильно? Но есть такое. Я знаю, что в моей жизни был такой момент, ну, действительно, я очень сильно переживал, очень был такой прям страх, не знаю, можно сказать, что это, может быть, атаки были там, там дьявола, там, может, открытые двери были, он там как-то попытался, попытался, то есть, ну, была ситуация очень сложная, и приходили очень такие серьезные страхи. Я скажу, в принципе, слов, много слов в этот момент не было, то есть, они как-то не шли. Но единственное, что Бог дал мне, я думаю, каждому из вас, а если не дал, то он даст, это зависит от желания. Я просто молился на их языках. Я молился очень громко. Я ехал в машине на работу. У меня такое было состояние, что я не доеду. Знаете, настолько был такой серьезный, такой страх, что я не доеду до работы, что-то случится, что-то произойдет, вот, и так далее. Я не знаю, можно сказать, что это были дьявольские такие промыслы, и так далее. Вот. Но я просто молился на языках, и единственное, что я кричал, никого не было со мной, слава Богу, вот, знаете, что тебя кого-то подвозил бы, или это было бы странно. Вот. Не, может быть, люди бы и каялись, вы знаете, в этот момент. Представляете, да? То есть... Может быть, нужно было кого-то брать с собой в этот момент, но я, хотя мне, я когда ехал на работу, меня очень часто люди останавливали, я подвозил. Ну, я работал тогда на 7-м километре, и по пути кого-то... Я даже, я не брал, как бы, денег, просто мне интересно было с человеком поговорить. Я спрашивал, вообще, как у вас дела, а что вообще происходит в мире нового? Я человек рассказывал, да, ну, просто поговорить нужно было. Поэтому, ну, тогда я никого не брал, и я был в таком состоянии очень сложном. Я молился на языках. Единственное, что я мог сказать, что я и мой дом, мы будем служить... А, я не умру, и мой дом, мы будем служить Господу. То есть, я это просто кричал на все, знаете, в машине там, и молился. Я скажу, после этих слов, как бы все вот как-то уходило. Это продолжалось на протяжении какого-то времени, ну, если это недолго, но продолжалось. И действительно, Господь... И я понимал глубоко в сердце, что Господь, Он, Он со мной. Даже независимо, что внешне происходит. Это знаете, когда человек, да, там... Помните, история была, человек вцепился за камень и дрожит. Говорит, я дрожу, но тот камень, за которого я вцепился, он не дрожит, да? То есть, это камень наш Господь. Мы можем дрожать. Я не скажу, что у меня не было страха. Был страх. Был страх о том, что, ну, не знаю почему, как бы разные были моменты, но я знал внутри, кто такой Господь. Я знал, что я уже больше 20 лет служу Господу. Я понимал, что Господь, Он все контролирует. Есть вещи, которые ты не понимаешь. И это помогало. То есть, Слово Божие, молитва на языках, она помогала мне все-таки с этого состояния выходить, с этого состояния страха. Поэтому, когда у вас такие моменты происходят, это очень важно, чтобы вы просто молились и доверяли Богу. И вот ученики, еще не получили они крещение иным духом, ой, это иным духом, на иных языках. Вот у них огромный страх, что они сейчас просто утонут, погибнут и все. И, и что Он все это сделал? И у них удивление. Кто это вообще с нами? Кто это вообще с нами? Я не знаю, какой период, но они уже какой-то период были с Господом. И чудеса Он делал, и разговаривал с ними, и все, там, притчи, все. И, конечно, это, может быть, не было, до этого не было много чудес, но, тем не менее, мы видим по тексту, что они не совсем понимают вообще, с кем они имеют дело. Продолжение, восьмая глава. Насыщение пяти тысяч человек, там, говорится, четыре тысячи человек, это от Марка. Все мы знаем тоже эту историю, да, когда собралось много людей, все проголодались, потому что есть потребность, обычная человеческая потребность, как всегда, есть хорошая традиция, обед должен быть по расписанию, да, ну, вот они задержались, может быть, они не, а я там, по тексту, что они не ели, они ходили много, они не ели долгое время, они проголодались, и ученики говорят, надо людей кормить, они устали, но у нас ничего нет, тут пару хлебов, и пару рыбок, и все. И мы знаем эту историю, что Ишова он накормил четыре тысячи человек. Чудо это? Я думаю, да, я не думаю, что там, где-то там, знаете, где-то там в окопах сидели ученики, и уже заранее заготовили хлебы, и пока они там молились, молитвы, они там быстренько, вот такие-то, принесли всем, нет, это было чудо, это было чудо умножения. Я скажу, в нашей жизни была тоже одна интересная, знаете, вот Сережа рассказывал о чудесах, помните, на прошлом служении, да, о том, что мы хотим ли мы видеть чудеса Божии, и они происходят, эти чудеса Божии. Я скажу, на одном из служений, когда мы служили на миссии, в детском служении, к нам пришло много детей, я думаю, что это все-таки чудо, но у нас, у нас, мы как бы служили с Оксаной, с моей женой, у нас не хватало, мы всегда считаем, сколько детей, и считаем, сколько у нас есть, там, допустим, шоколадок, или там, ну, печенье и так далее, и нам не хватало, и не хватало довольно много, и не было времени идти там покупать, уже служение началось, когда мы провели служение, мы, как бы, насыпали в такую тарелочку, и когда дети начали брать, то я в конце увидел, что у всех детей было по, там такая была вафелька, вот, и по пару печеньев, я просто удивился, думаю, или я что-то, может, не досчитал, но я видел визуально, что не хватает, возможно, Господь это умножил, действительно, и для нас, для нас это, ну, было чудо, что мы переживали, что не хватает, как бы, да, там детям, и когда все разобрали, было, ну, детей, ну, может, не в два раза больше, но больше, чем, чем, чем было, вот, таких вот, там, печенюшек, там, да, и всем детям хватило, все остались довольны, с этими, там, шоколадками, с этими печеньями, и для меня, это думаю, Боже, вот это, вот это чудесно, я вспомнил эту историю, когда Ишоу накормил, там, да, там, пять тысяч, там, в одном, ну, допустим, Аминь, это просто чудо от Господа, и это все видели ученики, правильно, они не могли это не видеть, они все это видели, видели люди, ну, ладно, люди, как бы, там более пришли, там, у них были свои, как бы, там, потребности, может, и ради интереса, там, или что еще, но среди них были ученики, они все это видели, они были, они участвовали в том, что сделали, они сами пришли, говорят, у нас только две рыбки, там, дай, четыре хлеба, написано, что это было кроме, кроме женщин и детей, да, кроме, значит, это было больше, больше, намного больше, и после того, как они это увидели чудо, мы знаем, что потом, знаете, произошла, дальше по тексту, да, там, стычка с фарисеями, да, у Ишо, ну, знаете, всегда, когда что-то происходит от Бога, всегда приходят проблемы, ну, бывает такое, знаете, вот, нашла коса на камень, так все было хорошо, так все было чудесно, чудеса, все, и тут фарисеи приходят, и начинается, как бы, такая вот, как бы, стычка, и, ну, вот, всегда после таких вещей, знаете, вот вы, не знаю, как вы, аминь, но я, знаете, всегда, вот, вы вот замечали, ну, кто вот служит в служении, да, к примеру, так хорошо прошло служение, столько много чудес, вы там приехали с евангелизацией, наполненные, люди там каялись, господь там такие чудеса творил, ты приезжаешь домой, и что-то должно произойти, там какой-то конфликт с родственниками, с бухты барахты, там кто-то там, не знаю, ну, надулся, с тобой не разговаривает, или что-то происходит, или с работы что-то произошло, тебя там могут наругать, аскориду, боже мой, так все было хорошо, так все было классно, так все было, это я за себя так рассказываю, я просто вижу по глазам, что у вас тоже, да, что все такие, да, да, так все было просто замечательно, мой планшет выключился, так все было просто, ну, классно, я такой вдохновитель, ну, приеду сейчас, там, начнут, да, бог, а тут тебя раз, и приземлили, тут тебя наругал, там что-то на работе, что-то там оборвалось, свет выключили, товар не сделал, оптовики на тебя обозлились, я с тобой работать не буду, и ты потерял людей, оптовиков, думаешь, вау, вот, знаешь, так все хорошо, или вообще конфликт с кем-то, иногда, ну, бывает, да, там, конфликт, все было хорошо, все было, думаешь, что я такое, что я, думаешь, ах, дьявол, главное, главное, на кого это, да, и тебе, это легче, думаешь, а, это же, ну, иногда бывает, знаете, когда мы делаем, какие-то хорошие вещи, иногда приходит противление, приходят, приходят, можно сказать, с одной стороны, или с другой стороны, и вот, так все было чудесно, чудо, накормлено больше четырех человек, все, и тут приходят эти фарисеи, и начинают там это, а вот ты, а вот это, вот ты, имеешь право, не имеешь, начинается этот вот спор, и вот после этого спора, Ишоа начинает разговаривать с учениками, и после этого спора, он говорит очень такие интересные им вещи, это Марка, откроем наши Библии, да, у кого в сердце, можете в сердце заглянуть, Марка, 8 глава, 15 стиха, буквально после этого спора, он говорит, а он заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской, и закваски иродовой, ну то есть после спора, понятно, что они как бы о чем там спорили, они были против там многих вещей там и так далее, что он как бы не имел там права это делать и так далее, и он говорит, берегитесь, дорогие мои ученики, берегитесь закваски фарисейской, закваски иродовой, и рассуждали между собой, знаете, о чем они рассуждали, и рассуждали между собой, и говорили, это значит, что хлебов у нас нет, Боже мой, я им про Ивана они мне какие хлебы дорогенькие о чем вы вообще думаете где вообще вы, вы здесь со мной он тут говорит о том что действительно очень важно мы понимаем как бы толкование закваска неправильное учение что то еще оно как бы квасит надо беречься а тут у него вау хлебов мы это вот забыли докупить там хлебов у нас это хлебов значит хлебов у нас нет Ишуа уразумев говорит им что рассуждаете о том что нет у вас ну можно было в принципе хоть как то хоть как то сказать там допустим какую то там истину сказать да допустим ну надо хранить свое сердце видно он сказал да ну что и что еще можно по этому поводу сказать там ну не знаю там надо ну значит творить ближнему хорошее ну что такое духовное сказать они вот хлебов не хватает и все вот мы такие плохие администраторы не позаботились хотя было чудо уже Ишуа разумев говорит им что рассуждаете о том что нет у вас хлебов еще ли не понимаете и не разумеете еще ли окаменело у вас сердце имея очи не видите тут я думаю что он же немножечко такая знаете святой гнев пошел ну гневаться там можно знаете можно гневаться или нет как вы думаете до вечера можно до вечера разносить все посуду бить а тут опа солнце заходит господи прости прости помилуй все хорошо и тут как бы ни в чем не бывало там все хорошо там женка там собирает эти осколки это все хорошо может тебе помочь тебе да хотя бы так да а то другой может быть ушел бы наверное очень таким духовно ушел бы молиться просто чтобы господь как-то там жена заметает да или ну бывает что и наоборот происходит но все может все не бывает да так ладно идем по тексту и он говорит вы что не понимаете не разумеете имея очи не видите имея уши не слышите и не помните когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек сколько полных коробов знаете это математика знаете там сколько будет дважды два там да там он говорил что вот было пять хлебов пару рыбок и шшш не накормил столько много людей вы что ну какие какие какая закваска к хлебам вообще-то не относится а вот сколько полных коробов набрали вы кусков говорят ему двенадцать а когда семь а когда семь для четырех тысяч сколько корзин набрали вы оставшиеся кусков сказали семь и сказал им как же вы не разумеете и мы видим по тексту что ученики они еще как-то не совсем даже может быть очень далеко еще не понимают опять же я смотрите я всегда люблю говорить я не говорю с позиции какого-то там осуждения и так далее есть моменты ну ну они есть как бы мы все это понимаем да то есть есть вещи которые мы потом дальше посмотрим есть вещи которые вот была причина единственная причина которая закрывала им глаза и в писании мы посмотрим эту причину мы ее обговорим осветим ее то есть отделим ее да от того что на самом деле ишуа для чего он пришел и утверждение номер третье далее после этой прекрасной беседы идет следующая история исцеления слепого да все мы это знаем и здесь вот в этой именно уже в этом стихе мы увидим как понемножечку открываются у них глаза понемножечку еще не это был первый этап знаете и исцеление слепого это уникальная вообще история знаете нигде в Евангелии не описывается именно именно того что ни один из евангелистов кроме Марка он не указывает на такую важную такую как бы деталь которую ну как бы я увидел и там но некоторые как бы комментарии тоже об этом говорят что в этой именно истории исцеления слепого исцеления происходит не сразу а поэтапно хотя в некоторых как бы Евангелиях как бы там сразу да то есть а здесь происходит ну поэтапно это не означает понимаете иногда говорят знаете когда с людьми вот ну может быть вы тоже как бы общаетесь Некоторые говорят, ну вот Библия недостоверная, потому что каждый евангелист, он рассказывает как-то по-разному. Там где-то 4 тысячи, там где-то 5 тысяч, там 2 пришло, там 1 пришел, там сразу же получилось исцеление, там не сразу же получилось исцеление. Я все-таки думаю, это немножко как бы неправильная интерпретация. Я думаю, что каждый евангелист, он писал свое послание под вдохновением Святого Духа. Он не писал его от себя. И я думаю, что Дух Святой, помните, что каждая Евангелие это завершенная книга. То есть это не то, что там что-то кто-то не дописал, там забыл, пропустил, не увидел, не усмотрел, там далее проспал. Нет, каждая Евангелие, потому что Библия это сборник книг, и каждая книга она завершенная. Да, она как бы делает мост на другую книгу, прослеживается как бы нить, то есть хронология всех событий. Но каждая книга она как бы завершенная, каждая книга она несет какой-то посыл. И мы не будем сегодня говорить о книгах, потому что об этом есть семинары, об этом есть школы библейские, потому что каждая книга она несет очень важный тоже посыл. Но не потому что кто-то что-то не усмотрел или что-то перепутал. Я думаю, что каждый евангелист, он писал под вдохновением Святого Духа, и именно Марк, он увидел, Бог показал ему ту деталь, ту важную момент, возможно, исходя как бы из тех ситуаций, где вот они находились, или может быть проблемы. Потому что иногда, знаете, есть Слово Божие, оно дается на ту проблему, которая есть. Есть там в церкви, в общине, как бы, да, или какая-то вот, допустим, как бы ситуация. Я думаю, что Дух Святой именно дал написать Марку именно о таком двухэтапном исцелении. Поэтому никто ничего не перепутал, каждый писал под... Это неправильно, как бы, да, там, что кто-то не усмотрел, они разнятся, каждый по-разному. Вот, я думаю, что Бог, Он давал каждому евангелисту описывать то, что нужно описать, для того, чтобы это потом служило, ну, тому, как бы, времени, допустим, да, или кругу общине. И это будет служить каждому из нас. И вот, Марка, 8 глава, 22-25. И здесь эта история помогает нам, все-таки ученики понемножку начинают прозревать. И что здесь написано? «Приходят в Ифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и плюнул ему на глаза, возложив на него руки и спросил его». Что он его спросил? Видите, я специально спрашиваю, думаю, ну, читаете вы это вот? И спросил его, видит ли что? Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелил, исцелел и стал видеть ясно. И что об этом говорит? И что об этом как бы местописание, ну, то, что я увидел, то, что как бы я прочитал. Опять же, знаете, каждый проповедник, он имеет право высказывать какие-то свои переживания, понимания. Исходя как бы из того, что как бы там написано. Исходя как бы из всего как бы текста и вообще, ну, многих посланий. И деталь заключается в том, что исцеление в два этапа является исцелением или откровением для учеников, которое займет определенный процесс. Мы знаем, что не все люди получают сразу мгновенное, как бы, да, откровение. Иногда Бог, мы видим, что Бог открывает, открывается, ну, постепенно, не мгновенно. Не сразу раз, и раз там и открылся. Я думаю, что каждый человек, ну, здесь сидящий, в том числе, как бы я, мы, опять же, не до конца еще знаем или понимаем Господа. Ну, мы знаем какие-то моменты. Знаете, мне однажды приснился сон, я как-то, может быть, делился этим сном. Мне сон приснился о том, что я нахожусь, это такой был яркий, красивый сон, я нахожусь в прекрасном саду, разговариваю с очень прекрасным, интересным человеком. Это был явный, ну, это не было видение, это был как бы сон, он был настолько такой красочный. И вот он, этот человек, меня вдохновляет, я понимаю, что он меня не обличает, он как бы там не учит меня, ты знаешь, вот там, и по закону давай там рассказывать. Нет, он просто какие-то вот, я не запомнил, знаете, вот в этом сне я не запомнил детально, о чем он говорил, но я, в общем, понимал, что это были слова вдохновения. То есть он вдохновляет, как бы, я такой, я чувствую внутри, я понимаю во сне, что мне так становится хорошо от этих разговоров. Но вдруг я как бы понимаю, что, думаю, вот я спрошу его, а с кем я вообще имею дело? Так вот ты, вы так хорошо рассказываете, так хорошо, мне так приятно, тут эти ца, цветочки, там, птички, все так красиво, все так приятно. Я думаю, задал мне ему вопрос, мне же хочется знать, с кем я как бы имею дело. Это во сне. Я задаю вопрос, говорю, извините, пожалуйста, я помню, но вы как бы, извините, пожалуйста, я вот хочу вас спросить, вот вы так, это, а с кем я вообще? Похоже, вот, знаете, как вот, как ученики, а кто это с нами? Кто это? Я говорю, в лодке, знаете, так чудеса такие. Я говорю, а мне вот хочется спросить, а с кем я имею дело вообще? Он останавливается и говорит, ты что, меня не узнал? И такое молчание, я Ишуа, я Иисус. И я просыпаюсь. Знаете, какой сон? Я проснулся такими мыслями осуждениями. Ну, боже мой, я уже 27 лет в Господе, многое что знаю, многое что еще не знаю. Ну, это ладно. И тут я, и только я думаю, я не знаю, я не знаю Господа. И такое осуждение, ну, боже мой, ну, мне так неприятно, как же так? Ну, знаете, потом пришло понимание, что это, я его знал, я его знал, но только по-другому. А он открылся мне. Потому что, знаете, в моей жизни, ну, я так был как бы научен, и еще даже, знаете, есть как бы такой тоже момент, что, вот знаете, я вот всегда переживаю Господа, когда я что-то делаю. Вот мне нужно что-то делать. Я не могу сидеть, я когда сижу на месте, я такой, как будто, я не знаю, как будто я просто, ну, вот какой-то предатель. А мне нужно что-то, и когда я делаю, мне это прет, это все классно. Я понимаю, что Бог от этого довольный, и мне хорошо, знаете, и мне, то есть, знаешь, вера связана как бы всегда в действии, нужно что-то делать, что-то. Если что-то я не буду делать, значит, Господь скажет, неверный раб, отойди. И мне нужно что-то больше, 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 больше делать. С одной стороны, это хорошо, но Бог, Он не такой. Он просто хочет, чтобы мы просто пришли к Нему, такие, какие мы есть, и просто провели с Ним время. Не нужно что-то, как эта Марфа, которая суетилась, там занималась, да, ну, просто провести с Ним время, поговорить, пообщаться. И Он будет нас вдохновлять. И для меня Бог, Ишуа, да, как бы, оно было именно таким, надо что-то делать, куда... Я сейчас скажу, я сейчас тоже такой. Вот, хотя этот сон мне как бы, он рассказал о том, что Бог, Он немножко другой, вот, не такой, что нужно, то есть, вот ты делаешь, значит, ты живешь. Ты делаешь, значит, ты веришь. Вот перестал делать, значит, все, вера без дел мертва, и все, и можно списывать тебя, как бы, и так далее. Нет. И у меня вот такое, что надо, знаете, нас так учили, как бы, где-то это правильно, что, знаешь, там, не можешь идти, ползи, там, не можешь... Вот пока ты живой, пока у тебя есть последнее дыхание, ты должен на пол, там, выложиться, и все будет чудесно и прекрасно. А Бог, Он просто хочет, чтобы ты просто пришел к Нему и просто сказал, давай мы с тобой поговорим, пообщаемся, да, просто проведем время, просто вот успокойся, может быть, не знаю, там, неделю-две, ты можешь вообще ничего не делать. Мне не нужно, чтобы ты что-то делал. То есть, не в этом. Мне не нужно. Ну, как бы я, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да, то есть, мне просто хочется, я не работодатель, я не начальник, который, знаете, только надо, ну, кто работал, начальник, надо, надо, заказ, этот, уходит, надо заказ, план выполнить, знаете, нет, он не работодатель, он наш отец. И он хочет просто проводить с нами время. Да, это, конечно, через это мы делаем, мы что-то для него делаем. Ну, и у меня вот такое было, я просто понял, что вот так я видел Бога. Бога, которому нужно постоянно что-то делать, служить. Я, конечно, от этого получал вдохновение, но не совсем как бы это так. И когда он просто, мы с ним беседовали во сне, он меня вдохновлял, рассказывал просто это. И я не узнал его таким, что просто с Богом можно просто беседовать, отдыхать, наслаждаться, ничего не делать. Может, для кого-то, о, это вообще классно, вообще, вот это вера. Просто пришел и всю жизнь ты наслаждаешься, ничего не делаешь. Ну, это тоже не совсем как бы так, но есть всегда какая-то золотая середина. Потому что то, что мы делаем, все, что мы делаем, это потому, что мы хотим, действительно, мы любим Бога. Не потому, что надо делать, просто мы любим Господа. Так вот, это был мой сон. Давайте к тексту, я уже забыл, что, о чем я хотел сказать. А? Не узнали. Аминь. На этом мы и закончим. Знаете, кстати, сегодня нету этих, да, вот смотрю, цифр. Можно говорить сколько хочется. Сережа так смотрит. Говорит, хорошо, я с тобой потом. Я, честно сказать, не знаю, сколько времени, боже мой, уже почти. Хорошо, друзья, у нас сегодня еще причастие. И исцеление слепого заключается в два этапа. И является духовным исцелением или откровением, которое займет определенный процесс. И мы это видим в Писании. И мы это посмотрим далее в Писании. То есть, они уже что-то поняли, но что-то поняли, но не до конца. Вот. И после исцеления слепого что-то начало происходить с учениками. И конкретно с Петром. Буквально после исцеления слепого дальше идет текст Писания. Это Марка, 8 глава, 29 стих. Он говорит им. А за кого вы почитаете меня? Помните? И буквально, если вы почитаете, буквально сразу же после исцеления этого человека проходит несколько как бы мест Писаний. И тут же Ишо задает вопрос. А за кого вы почитаете меня? И, конечно же, Петр, единственный, один из учеников, получил единственное откровение. И он говорит такие вещи. Ты Христос. Ты Христос. Это о чем говорит? О том, что ты Мессия. Помазанник. Ты царь царей. Ну, правильно? Ты царь царей. Ты всемогущий. Ты просто вообще создатель всего. Ну, тут как бы, знаете, имеющий власть. Пришел, чтобы установить царство. Ты царь царей. Вау. Вот это откровение. Но что самое интересное, вот именно это откровение еще описывалось в самом-самом начале. Помните, я читал? Евангелие от Марка, что в самом начале написано, да, что Ишуа является сыном Божиим. И только через спустя какое-то время приходит откровение Петру о том, что он царь царей, он Господь всемогущий, он просто, ну, Христос. Это все. И здесь открывается первое прозрение, но это только первое прозрение. То есть это только первое прозрение. Это еще не конец истории. Прозрение только началось. У него есть такой определенный процесс, но уже началось, уже хорошо. Уже поезд немножко сдвинулся. Вот. И они, может быть, не видят так четко, как, ну, в начале, помните, не видел четко, который, ну, был слепой. Он видел, как эти, как деревья. Может, не так четко, они видят, как деревья, но все-таки уже видят. И Петр отозвучил, ты Христос, ты царь царей, ты всемогущий Господь. И здесь на его вопрос Ишуа, а на его откровение Ишуа хочет, чтобы у учеников дальше происходило прозрение. И он говорит такие вещи. Петр сказал духовные вещи, как сразу Ишуа начинает им прояснять, что значит, что значит Мессия. Что значит Мессия. Потому что, ну, они не совсем, как бы, поняли, они только поняли одну, как бы, сторону. И какова его главная цель. И эту цель он озвучивает в следующих местах Писания. Это Марка 8 глава. Помните, сказал Петр, да нет, как это, да пусть это чашами, ну ты что, нет, как это так. Что значит быть убитым? Это не совсем, как бы, ты же царь, ты же пришел. Знаете, мы знаем, что Ишуа, он ответил очень жестко Петру, да? И я думаю, что почему он ответил жестко Петру, потому что Петр не думал о Господе. Он думал где-то о себе, о своей жизни. Потому что если Господу надо пострадать, то что Петру делать? Ну, конечно же, не царствовать, правильно? А Петр-то думал, что он будет царствовать. Он же пришел, чтобы царствовать, это же как здорово, это же так чудесно. Вообще царствовать с Господом, это власть, там все там тебе это, ты ходишь такой важный, такой герой. Так все чудесно, тебе служат, да? То есть, ну все там перед тобой, это просто классно. Кто бы не хотел, чтобы ему царствовать? Ну как? Ну это же здорово, да? И тут он слышит такие слова, Господь, он говорит, моя миссия в том, чтобы умереть за людей. Не понял я. Что-то оно, что-то я вроде получил откровение же, да? И Господь сказал, не плоти, кровь тебе-то открыли, там вам все. Господь, вот моя цель – пострадать за людей. И тут Петра просто порвало. И Петр говорит, мы на такое не подписывались. Рекламный буклет, говорит, о совсем другом. Совсем другой, что мы будем, кто пойдет за тобой. Помните, кто задал вопрос? Господь, если мы за тобой пойдем, что нам будет? Говорит, так все будет? Говорит, и дома, и квартиры, и дети, и жены. Ну я имею в виду у каждого, у кого нет жены, там, или там, наоборот. У вас все будет. А, ну тогда ладно. И вы будете как цари, священники. Вы смотрите, если бы такую благую вещь мы рассказали на улице, я скажу, зал бы удвоился, бы утроился. Скажите, пойдите за Господом, я скажу, вот увидите, что с завтрашнего дня вот то, что у вас не хватает, у вас все будет. Я скажу, зал будет полный. А если вы скажете, знаете, идти за Богом, ну как мы обычно как говорим, я где-то шучу. На самом деле Господь решает наши проблемы. И аминь. Действительно, Он является царем, и мы это знаем. И Бог, Он решает. Я знаю, что многие, кто пришел, Бог такие совершил вещи, ну, серьезные в жизни, никто бы не мог это сделать. Он решает наши проблемы. Но это не главная цель. И часто мы рассказываем, приди к Богу, твоя жизнь измень. Где-то это правильно. Но иногда человек приходит к Богу, он начинает где-то даже больше терять. Я слышал много людей, говорят, я пришел к Богу, мне стало еще хуже. И тут иногда нужно человеку научить, что за Богом это цена, следование за Богом. Это ученичество. Есть толпа, есть ученичество. Нужно идти за Богом. А это цена, это жертва. Да, Господь, Он решает твои проблемы. И Он готов, и Он желает это делать. И Он это будет делать. И Его чудеса не прекратились. Но есть важная, другая цель. И Шува Он озвучивает, когда они загорелись этим желанием. Мне глаза засверкали. Вау, ты царь. А мы будем с тобой царствовать. Все так классно. Все изменится. Изменится вся эта Римская империя. Сейчас, как Господь скажет, все развалится. Эти все императоры. И мы будем царствовать и так далее. И тут Он говорит, мне нужно умереть. Я не буду. Как? И что, в этом заключалось то, что ты пришел умереть? А как живешь я? Да мне приходится и мне тоже умирать? Так и да. Мы на такое не подписывались. И нам обещал со всех. Как это, из князи в грязи. Тут я уже себя царком начал чувствовать. И тут опять. И это же ситуация. Помните, когда Ишо умывал ноги ученикам? Петр сказал, да нет, вовек я не умою. Ты что? А Господь сказал, что ты не будешь мыть, не будешь иметься на части. И мы потом дальше поймем, что Он имел в виду. Не просто умереть. И из истории мы видим, что ученики так и не понимали, для чего пришел Христос. Когда, помните, они шли через города, Он им рассказывал о том, что Ему нужно пострадать, пойти на крест, быть убитому, людьми отвергнутому, да, то есть, ну, умереть и потом воскреснуть. И Он об этом им говорил. И дальше говорится о том, что о чем они спорили. Он говорит о своей смерти, о своих страданиях, да, о том, что Ему нужно пострадать, умереть. А они спорили, кто из них больше. Ну, Боже мой, да, кто больше у них в Царстве Небесном? Тут твой Господь говорит о важной миссии. А они спорят, кто больше. Помните эту историю, да? И потом нашлось два умника, да, братья там Завидеева, которые говорят, а что мы будем в недоумении находиться? Сейчас пойдем к Господу, все решим, да, кто будет по правую, по левую сторону. Помните, да? Они вообще даже, ну... Почему они оставались закрытыми глазами и не до конца понимали всей картины? Как тот слепой человек, который получил первое... Он получил первое исцеление. Что-то пришло в его понимании, что-то открыло, открылись глаза, но не полностью. Он видел, как... Да, людей, как деревья написано. И причина почему? Почему? Только из-за того, что у них было другое представление о Мессии и о самих себе, а представление было единственное. Это царствовать. Это когда человек приходит, и он хочет, чтобы ему служили, ему угождали. То есть... Единственная причина, почему у них были закрытые глаза, они все думали, что они будут царствовать. Они будут царями. Это что такое царствование? Это уважение, это власть, это сила среди всего. И только из-за этой всей толпы, из-за учеников, только один человек получает на самом деле откровение. Знаете, кто? И все толпы, они так еще остаются закрытыми. Глаза у них закрыты. Они, может быть, что-то понимают, что-то не понимают. Я думаю, что они еще в таком замешательстве, после того, как Ишоу озвучил как бы свою цель. И тут один человек, он не из учеников, он не являлся учеником вообще. Это был совсем другой человек, совсем другого положения. Это был сотник. Думаю, Боже мой, тут с тобой рядом были ученики. И сотник получает откровение. Кто такой сотник? Это военная личность. Примерно в его подчинении там сто человек. Это был язычник. Я думаю, что он далеко был от закона Божьего вообще. Там у него другие боги, там Юпитер, там еще какие-то, там Олимпы и так далее. Он вообще далек был от закона Божьего. И тут язычник, сотник римский получает откровение. Он сказал, это есть Сын Божий. Помните, что это истинно Сын Божий. Когда увидел его на кресте, когда еще никто не мог, никто еще не сказал об этом. И он заявляет очень важную, просто такую богословскую, знаете, такое вот послание. Он сказал, что истина – это Сын Божий. парадокс. И в чем проблема? Я буду завершать мой вывод. Истина номер один. За Ишуа можно ходить сколько угодно. Сколько угодно. Но так и оставаться слепым. Почему? Потому что если человек, он думает о том, чтобы ему служили, и он думает о том, что только получать от Господа, это полузакрытые глаза, это не то служение, которое Бог хочет. Откровение Ишуа заключается в том, чтобы он, то есть этим самым, он показал образ слуги. Не потому, что он умер, такой беззащитный, его распяли, и все, и нет Господа. Нет. Этим самым, его на протяжении долгого времени, умывая ноги, рассказывая, он показал, в чем заключается на самом деле его миссия, а в дальнейшем миссия каждого верующего человека, церкви, общины. В чем главная миссия? Это служить людям. И сначала приходит второе, а потом первое. Иногда люди хотят царствовать, но не быть слугой. Но Ишуа, мы знаем, что он стал царем. И он сейчас царь, царь царей. Я знаю, что сейчас это время, когда время именно его служения. И написано, что Бог вознес его, написано, что вознес его выше всякого имени. Почему? Потому что сначала он пострадал, он стал как слуга. Иногда бывает, мы хотим наоборот, сначала быть царями, а потом... Нет, не бывает второе, после первого, сначала приходит... Бог поднимет каждого, Бог даст каждому то, что он приготовил. Но оно придет после того, как мы станем слугами. И почему многие евреи так и не... пока не верят в Господа? Да? Потому что они ожидают, что он придет как царь, а не как беззащитный мальчик, который родился в хлеву, а которого потом в конце убили. Что это за царь такой пришел? То есть в их представлении должен прийти царь, на самом деле, с царским таким посылом. Это будет очень... Да, он придет. Это будет уже второе пришествие. Поэтому они не поверили, что пришел какой-то маленький мальчик, там что-то рассказывал, там что-то делал, там может быть не божьей всего делал. Там родился в хлеву, там потом умер. Как-то что-то не похоже на царя. Он царь, и это время наступит. Его царство, правление. Но перед этим правлением, как я бы сказал, как написано «Да», как написано «Принял образ раба, уничижив себя, сделавшись подобным человеком, и Бог вознес его». «Мы хотим видеть Господа, но без служения другим людям». Ишуа также в другом послании, он сказал, что «Я пришел не для того, чтобы мне служили, да, а чтобы служить другим людям». Он четко заявлял, да, и те, кто имел глаза, имел уши, он понимал первоначальную его миссию. То есть страдать за людей, дать свою жизнь. И это служение слуги. Не как царя, который будет указан. Он придет как царь, и мы это увидим. И все узрят. И евреи узрят. И откроется им. И сейчас время Господне служить друг другу и окружающим людям. И в этом миссия. Миссия церкви каждого из нас. И в этом состоит его откровение. И только один сотник. Когда мы смотрим на Господа как Распитого, не как царя, но в правильном понимании. Потому что, знаете, как царя мы где-то хотим, если человек не научен, он всегда думает, вот как бы он царь, поэтому мы тоже цари, мы будем царствовать, мы будем управлять. Но надо смотреть на него как на Господа, который отдал свою жизнь. И вот этот вот крест, когда его распяли, это именно говорит мне о уничижении, о оскорблении, что вот-вот его как бы... Нет. Здесь говорится о превосходности служения другим людям. И если мы будем видеть его таким, потому что на самом деле Господь пришел, чтобы что делать? Служить. Его миссия служить. Я думаю, что сейчас это время. Придет время царства мне. Но сейчас время. Время каждого из нас не указывать, не там, не знаю, господствовать. Я верю, что это время. Это время служения. Служения друг другу, служения людям, которые на улицах. И если мы с таким сердцем будем подходить, то мы тогда будем видеть Господа. Знаете, мать Тереза, она сказала такие слова, да, это католическая священница, которая открыла огромные приюты, огромные. Она сказала, что я вижу Бога в лицах людей. Вот тех, кто лежит, тех, кто там вообще уже жизни нет в этом человеке. Она говорит, что я ищу Бога, я ищу ищу Абиссию, я ищу Христа в этих лицах. Я их нахожу. А сказала она, потому что ей задали вопрос, почему вы это делаете. Ну, может, потому что когда она начала это делать, очень многие начали на это служение жертвовать. Потому что не было, знаете, она сказала, что с Богом в сердце, а с пенни, с пенни, с пятью пенни в кармане и с Богом в сердце я могу изменить весь мир. Тут не пять пенни было главной, как бы, да, чертой, но Бог. И когда начала она это делать, очень многие начали на это служение жертвовать, уделять финансы, начало это служение очень сильно расти. Ей задали вопрос, для чего ты это делаешь? Она говорит, я вижу Христа в этих людях, поэтому я это делаю. В каждом из них я вижу Господа. Я думаю, что сейчас эта цель... Кто мне постоянно звонит? Я все служение проповеду, мне все звонят и звонят и звонят. Так и хочется ответить. Извините, я проповедую сейчас. Можно я перезвоню вам по-боже? Я потом скажу, не буду я сейчас говорить. И это первая миссия, и в этом есть его откровение. Если мы хотим видеть Господа, мы хотим видеть Господа. Начинайте служить другим людям, увидьте Христа в этих людях. И вы увидите Господа. Это первое. И вторая истина. Чтобы стать Его учеником, нужно пойти за Ним. Но не просто пойти на своих условиях, а на Его условиях. Иногда мы приходим к Господу и говорим, Господь, я вот хочу это, хочу то, но если ты мне дашь вот это, вот это, вот это, там, Мерседес, то я буду евангелистом, буду все это обижать. То есть, ну, я так, да? Иногда мы хотим идти за Богом на своих условиях. Да, Господь является, он является партнером в нашем служении, но партнер не на равных, он больше. И если мы будем идти за Богом на Его условиях, то мы также увидим, увидим Господа. И вот я хотел донести тебе две важные истины. Мы, в принципе, прочитали почти все послание, да, к Марку. Мы сказали, вау, я сегодня прочитал послание к Марку. Ну, может, не все, а большую часть, поэтому вам меньше нужно будет прочитать. И главные истины о том, что миссия Церкви каждого из нас, для того, чтобы мы видели Господа, это служение другим людям. Это первое, номер один. И номер два, мы должны идти за Господом, но не на своих условиях, а принять Его, Его условия, что Он хочет.